Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси, Господи. Во время Оно взяло многу народу сущу и неимущим чисо ясти, призвав Иисус ученики Своя глагола им. Милосердую о народе, яко уже три дни присидят мне и неимут чисо ясти, и аще отпущу их, неядшие в домы Своя ослабеют на пути, мнозибо от них издалече пришли суть. И отвечаше ему ученицы Его, откуду сих возможит, кто сде насытите хлеба в пустыне? И вопроси их, калика им эти хлебы, а не жереша седьм. И повели народу возлещи на земли, и прием седьм хлебы, хвалу воздав, приломи, и даяши учеником своим, да предлагают. И предложише пред народам, и имяху рыбец мало, и сия благословив рече, предложить и тыя. И доше же, и насытишися, и взяше избытки у круг седьм кошниц, бях уже ядших, яко четыре тысячи, и отпусти их. И абия влез в корабль, соученики своими, приедива страны, далмануфанский. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня пятница, 26 сентября. В этот день церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Марка, 8 глава, с 1 по 10 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их домой, ослабеют дороги, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему, «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлеба, чтобы накормить их?» И спросил их, «Сколько у вас хлеба?» Они сказали, «Семь». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлеб, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них немного рыбок, благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин. Евших же было около четырех тысяч, и отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Долманувские. Вот такое евангельское событие, удивительнейший эпизод, который именуется эпизодом «Насыщение четырех тысяч семью кусками хлеба и несколькими рыбками», описывает сегодня для нас евангелист Марк. Здесь мы можем привести пример и сравнение с известным повествованием евангелиста Иоанна и прочих евангелистов. «О насыщении пятью хлебами и рыбками». Но многие толкователи все-таки здесь видят разные события, а не то, что здесь евангелист может быть ошибается. Это разные события, но по своему содержанию очень близкие друг к другу, по своему внутреннему содержанию очень раскрывающие нам глубокие темы. Итак, с одной стороны, само по себе чудо, которое совершает Господь, то есть, что Ему возможно все, Он мог и может дать миру все. Но если в Евангелии от Иоанна, вот в шестой главе, когда описывается насыщение пяти тысяч, предлагается в последующем беседа в Капернаумской синагоге, которая называется «Беседа о хлебе жизни», там, где говорится непосредственно о Таинстве Евхаристии, раскрывается, скажем так, богословие Таинства Евхаристии, то здесь мы этого не видим. Здесь для нас представляется, опять же, непосредственно вот та обложка этого чуда, но содержание его несколько для нас умалчивается. Здесь обратим на некоторые детали. Ну, во-первых, сам Господь сжалился в отношении народа, то есть, сжалость Христа по отношению к людям, то есть, чувство сострадания и любви спасителя, они проявляются вообще во всем. И неважно, какой бы там человек ни был среди вот этой толпы народа, которые там пришли и шли за Христом, неважно, что они там от Него ждали. Вот это чувство сострадания, оно проявляется каждому человеку. Вот он видит людей и говорит, что, ну, они три дня уже находятся со мной, скоро им идти домой, но они не ели. Что же нам делать здесь? Что же нам делать? Ученики отвечают, откуда нам здесь взять в пустыне столько хлеба, чтобы накормить их? Итак, Господь как бы ставит задачу перед учениками, но ученики сразу же отвечают тем, что у них нет таких возможностей. То есть, Христос буквально бросает вызов своим ученикам, ученики начали, ну, что называется, как-то оправдывать свою неспособность или невозможность предпринять или что-то сделать. Начинают говорить о трудностях, что они находятся в пустыне, что и даже денег столько, наверное, не найти, чтобы было бы накормить сейчас и прокормить 4000 человек. Но вот здесь Господь спрашивает у них, сколько у вас есть хлеба? Они говорят, семь. И тогда я велел народу возлечь на землю, и хорошо очень помню с вами это повествование, благословил, раздает через учеников этот хлеб, всем хватает, и еще набирают семь корзин полных кусков оставшихся. Ну, по-видимому, еще каждый из тех, кто возлежал здесь и вкушал этот хлеб с рыбками, набрал еще себе полные карманы, и вот осталось еще семь корзин. То есть всем хватило, все остались довольны и сыты. Итак, вот ученики, Христос и народ. Возникает проблема, в которой ученики, как бы, внешне, понимая, преодолеть-то, по большому счету, не могут. Но вот нам очень важно здесь для себя сделать какой вывод? В том, что для решения поставленных задач мы, используя даже, может быть, наши малые силы, способны принести большой и огромный плод, способны принести огромную пользу. То есть из этого мы можем сделать и вывести такое золотое правило, которое как бы Господь говорит каждому из нас. «Видишь человека в беде, помоги ему, чем можешь, потому что никогда не знаешь, на что ты способен». То есть вот здесь ученики видят толпу народа, которые находятся в таком страждущем состоянии, в состоянии беды. Ну, нужно помочь, нужно сделать то, что от нас зависит. И ты поймешь, что, может быть, вот своим незначительной помощью принес огромную пользу для того, кто действительно находится в беде, того, кто действительно находится и кому требуется твоя помощь. Даже, может быть, ты понимаешь, что ничем не обладаешь, ничем не способен помочь. Вот это золотое правило мы из сегодняшнего вот этого евангельского повествования для себя выносим. То есть, опять же, Господь сострадает, видит о том, что народу необходима поддержка и помощь. Ученики, понимая это же самое, но, к сожалению, не могут, оправдывают себя вот в тех трудностях, которые есть. Ну, действительно, если бы рядом с ними не было бы учителя, сделать ничего они бы не могли сами по себе. Но вот Господь берет эти семь рыбок у них, то есть все, что они имели, то небольшое количество пропитания. И из этого совершается великое чудо. Из этого совершается великое событие, которым удовлетворяются нужды и потребности вот той толпы народа, которая присутствовала вместе со Христом. Мы должны помнить, что и дело наше может быть маленькое, наши таланты могут быть незначительны. Мы обладаем какими-то совершенно незначительными способностями, но вместе, но с Божьей помощью, но и в нашем обращении к Богу. Наши таланты, наши способности могут попросту перевернуть горы. Хорошо мы с вами помним замечательную притчу о зерне горчичном, которую говорит Господь, обращаясь к ученикам, что Царство Божие на зерно горчичное похоже, что самое маленькое из семечек, но становится огромным деревом, в которое притекают множество птиц небесных. То есть одно из толкований этих притч очень понятное. Может быть наше дело сейчас незаметное, наше дело самое маленькое. Наша может быть вера, наше качество нашей души очень маленькие. Но если мы прилагаем к этому усилия, то они могут произрасти в огромное древо, они могут сделать то, чего мы бы изначально испугались и не сделали. То есть нужно верить в свои силы, но не столько говорить, что я, но помнить и верить в свои силы, силы на то, что Господь может преобразить их и сделать из самого незначительного, самого мельчайшего, самого, может быть, неприглядного, сделать то, перед чем пугается наше сердце, пугаются наши глаза. Вот этому научает наше сегодняшнее евангельское повествование, золотому правилу, которое в сердце каждого христианина должно быть. Мы читали с вами Евангелие от Марка, 8 главу, с 1 по 10 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь.